приветствую друзья с вами шаман а в этом ролике мы продолжаем изучать майнкрафт для новичков если вы не смотрели предыдущие видео буду рад если вы их зацените и прокомментируете а сейчас у нас будет небольшой ликбез по вопросу создания огорода майнкрафт сегодня мы не будем рассматривать как все можно механизировать и автоматизировать эта тема для отдельного видео а пока мы лишь пройдемся по основам земледелия дабы вы знали что можно вырастить у себя на огороде как все это приготовить и как не умереть от голода когда рядом нет животных в достаточном количестве в майнкрафте по ходу исследования игры вы могли попасть в деревню и заметить как у деревенских жителей есть огороды на которых они выращивают четыре вида культур это картофель пшеница морковь и свекла все они восполняют уровень сытости персонажа но немного слабее мясных продуктов о которых мы еще поговорим в отдельном видео помимо овощей на огородах деревенских жителей вы можете повстречать яркие кубы тыквы которые растут практически в каждом биоме разбивается тыквы любым предметом но топором они разбиваются быстрее всего как впрочем и арбузы которые произрастают джунглях если поместить тыкву или дольку арбуза в ячейку для крафта вы сможете получить семена для ваших будущих грядок помимо арбузов вы можете обнаружить в джунглях плоды какао бобов избейте с дерева темно-коричневые зрелые плоды и соберите для себя семена не забудьте еще срубить немного блоков тропического дерева ведь какао растет исключительно на этом типе древесины и еще в лесах вы можете найти кусты сладких ягод они хоть и не сильно восстанавливает вашу сытость зато выращивать их легко да и можно применять не только в качестве еды о чем мы еще поговорим и последнее чтобы вам стоило собрать для выращивания в вашем поселении сахарный тростник растущий на берегах водоемов просто разбейте его и соберите посевной материал все семена того или иного растения вы можете обнаружить в сундуках сокровищами о которых я рассказывал в одном из предыдущих роликов посвященному шахтам в игре если вам удалось отыскать деревню с грядками на которых растут овощи смело собирайте их себе про запас просто ударил посевы рукой или любым инструментом главное чтобы растения были на последней стадии зрелости тогда у вас будет шанс получить больше семян и корнеплодов если же с деревнями вовсе туго рядом нету джунглей и тыквы вам не повстречались остается искать сладкие ягоды тростник и высокую траву выглядит высокая трава таким вот образом и при ее уничтожении вы получаете семена пшеницы есть еще шанс получить семена свеклы тыквы или арбуза но на бедрек версии майнкрафта мне выпадала только пшеница чем я в принципе и довольствовался на первых порах выживания теперь когда вы запаслись семенами ростками и корнеплодами пора создать свои первые грядки на которых будет расти морковь свекла пшеница картофель тыква и арбуз для создания мест под посадку вам потребуется мотыга изготавливается она из двух палок и двух досок камней или прочего материала для инструментов учитывая тот факт что у мотыга вам пригодится не так уже часто нету смысла делать ее из лучшего материала чем железо возьмите в руки мотыгу и обработайте землю правой кнопкой мыши но учтите тот факт что если возле вашего огорода не будет источника воды грядки быстро пересохнут и снова станут необработанными а после и вовсе обрастут травой поэтому нужно позаботиться об орошении огорода для этого вам понадобится создать ведро и набрать него воду если железа нет в наличии создайте свой первый огород вблизи водоема один блок воды орошает 4 блока земли вокруг себя если ваш огород размещен на берегу реки значит вам понадобится создать полосу в 4 блока шириной если же вы следовали моим рекомендациям и уже посещали шахты то наверняка ведро воды у вас найдется исходя из вышесказанного выделите для одного огорода площадку 9 на 9 блоков самый центральный блок грязи удалите и на его место вылите воду обработайте землю мотыгой и вы увидите как она начнет увлажняться и менять оттенок на более темный чтобы постоянно не проваливаться в лунку с водой при сборе урожая на дно водного источника вы можете установить ступеньку а после налить в нее воду либо вовсе укрытие раститель куском ковра теперь когда почва под ваши посевы готова можете взять семена или корнеплоды если это морковь либо картофель и посеять их правой кнопкой мыши по одному на каждый блок земли это правило относится ко всем культурам помимо тыкв и арбузов для роста последних понадобится два блока почвы один под стебель растения и один под плод поэтому при посадке тыкв и арбузов всегда оставляйте возле места посевов один свободный блок вы можете высадить саженцы в шахматном порядке или полосами через один ряд чередуя посевы со свободными блоками подобную планировку вы сейчас наблюдаете на видео и еще одно корнеплоды свеклы нельзя высеять для этого у свеклы есть семена аналогично пшеница дает семена и колосья когда вы собираете урожай семена идут на посев а колосья в пищу если после посадки растения вы сразу же его удалите ударил по ростку из него выпадет одна семечка или корнеплод если вы или другой тяжелый моб пригнет на грядку она затопчется и семена также выпадут при этом блок земли станет необработанным и теперь вам снова придется обработать грядки мотыгой а затем провести повторный посев чтобы избежать разрушения грядок другими мобами можете построить и сгорать создав ее из палок и досок вот таким вот образом после чего установить надежное ограждение вокруг вашего огорода а чтобы входить на огражденную территорию установите ворота которые также просто крафтятся на верстаке теперь вы уж точно можете быть спокойны за свой урожай все культуры за которыми вы ухаживаете имеют стадии роста когда пшеница приобретает желтый оттенок она готова к сбору при сборе урожая из нее выпадает один два колоска и от нуля до трех штук семян семена можно использовать для повторного посева или для приручения животных но о животном хозяйстве я пожалуй не стану пока говорить дабы видео не было слишком затянутым сосредоточимся лишь на растительной пище из колосе у пшеницы можно приготовить хлеб а если вы будете смешивать колосе с другими ингредиентами получите печенье или торт подробнее о рецептах приготовления и энергетической ценности продуктов у нас будет отдельный разговор морковь имеет четыре стадии роста при сборе корнеплодов на последней стадии развития вы получаете от одной до четырех морковок их можно сразу же употреблять в еду или совместить с кусочками золота для приготовления золотой моркови которая на отлично утолит ваш голод есть еще рецепт тушеного кролика но о нем не сейчас свекла созревает как только помимо зеленой ботвы вы заметите на уровне земли проблески и корешков собрав урожай вы получите с каждого куста корнеплоды и семена семена идут как и в случае с пшеницей на повторную посадку а корнеплоды могут быть превращены в краситель или свекольный суп будучи совмещены с миской последняя крафтится по такому вот рецепту из трех блоков досок картофель аналогично предыдущим растениям имеет четыре стадии роста при сборе его на последнем этапе развития вы получаете с одной лунки от 1 до 4 картошек а иногда с шансом 2 процента вы можете получить ядовитую картофелину которая хоть и восстановит голод но имеет шанс отравить вас нормальные клубни картофеля можно есть в сыром виде но лучше будет их запечь чтобы готовый продукт восстанавливал еще больше очков сытости у тыкв как впрочем и арбузов рост намного медленнее нежели у других культур на вашем огороде в начале у этих растений вырастает сам побег а после на четвертой стадии роста появляется плод когда вы разломаете плод и соберете урожай не трогайте росток со временем он снова даст вам новую тыкву или арбузик из собранного арбуза вы получаете от трех до семи ломтиков из тыквы падает один плод ломтики арбуза можно есть не отходя от грядки а чтобы употребить тыкву придется найти еще пару компонентов для приготовления тыквенного пирога зато в комбинации с факелами тыквы превращаются в стильные и полезные для игрока светильники джека учтите еще одно если вы каким-то образом прольете воду на ваши грядки ваши посевы смоется и придется снова засаживать весь огород теперь переходим к остальным культурам которые вы можете выращивать без обработки земли первым делом давайте создадим небольшую плантацию для какао бобов установите блоки тропического дерева так как вам нравится можете смело создавать разнообразные древесные фигуры когда место под посевы готово правой кнопкой мыши высаживайте семена какао прямиком на блоке дерева плоды созревают достаточно быстро и также как и прочие растения нашего огорода имеют несколько стадий роста вы уже скорее всего видели зрелые плоды когда собирали из них семена но если семечки вам удалось найти в сундуках сокровища теперь вы уж точно узнаете как растут эти симпатичные коробочки когда плод созрел и вы получили с него семена какао можете приготовить из них комбинации с колосьями пшеницы шоколадное печенье а ну хоть и не сильно утоляет голод но крафтится достаточно просто следующим на очереди у нас будет тростник это растение можно высадить на любом блоке земли или на песке но для этого блок который вы используете под посадку тростника должен граничить с водой вы можете высаживать сахарный тростник по одному блоку а можете искусственно увеличить его размер посадив один блок тростника на другой максимальный рост сахарного тростника составляет три блока для сбора урожая этого растения достаточно ударить его по среднему блоку и тогда у вас останется лишь один блок растения растущий на земле при этом не придется заново высаживать эту культуру она со временем отрастет и вы снова сможете собрать урожай. Из сахарного тростника, как можно понять по его названию, вы можете создавать сахар, который используется в некоторых рецептах блюд в Майнкрафте. А также можно производить бумагу, из которой также можно скрафтить несколько полезных вещей. И последнее растение, которое мы рассмотрим в этом видео, кусты сладких ягод. Это колючий кустарник. Когда вы или другие мобы прикоснетесь к нему, то получите небольшой урон. При прохождении через заросли сладких ягод, ваши движения замедляются. Это свойство можно использовать для постройки заграждений вокруг вашего поселения, дабы враждебные мобы не вторгались так часто на вашу территорию. Растет кустарник на земле. Обрабатывать при этом ее не нужно. Всего у кустика 4 стадии роста. И на последний из них вы можете собрать урожай в количестве 2 или 3 ягод. Восстанавливает немного сытости, зато помогает выжить в лесах и в холодных условиях тундры. Помимо воды и блоков земли, для выращивания ваших растений требуется еще и освещение. Обычного дневного света им вполне достаточно, но если вы решите сделать огород в пещере, например, придется воспользоваться искусственным светом. О том, каких типов бывает освещение и на что оно влияет, мы поговорим как-нибудь потом. Еще одной полезной вещью при выращивании ваших растений будет костная мука. Она служит ускорителем роста для всех типов растишек. Добывается костная мука двумя способами. Самый простой это получить кости со скелетов и превратить их в костную муку без лишних телодвижений. Таким вот образом. Вторым вариантом для вас будет компостер. В джава-версии Майнкрафта крафтится он по такому вот рецепту, а в байдрике способ его создания немного отличается. В компостер можно класть правой кнопкой мыши любые продукты растительного происхождения. Хоть плоды, хоть семена, все идет в переработку. И даже приготовленные из растений блюда вы можете сбрасывать в компостер, дабы получить из него костную муку. Разные предметы заполняют компостер в разной степени. И чтобы сейчас не заострять на каждом из них внимание, вот вам небольшая таблица вдруг полезна будет. Когда компостер наполнен на 100%, нажатие правой кнопки мыши провоцирует выбрасывание одной единицы костной муки рядом с нашей чудо-машиной. Если взять костную муку в руки и правой кнопкой кликнуть на любом растении, оно вырастет и пропустит одну либо несколько стадий роста. Это достаточно полезная вещь. И с помощью костной муки вы можете создавать классные механизмы для автоматических ферм по выращиванию различных растений. И пока я показываю вам, как костная мука влияет на растишки, вы можете поставить лайк под этим видео. Всем спасибо за внимание, фоллоуьте мой твич, подписывайтесь на мой стрим-канал, присоединяйтесь к моему дискорд-серверу, все ссылочки в описании. С вами был Шаман. Покеда!